Пенсионеры из Гаспры вынуждены прятаться от собственного сына и местной полиции в другом городе. Причина – трёхкомнатная квартира в одном из южнобережных посёлков. Из-за неё уже погибла их дочь, рассказывают Александр и Светлана Сульдины. И чудом выжили они сами. Подробности в нашем сюжете. Светлана и Александр Сульдины раскладывают документы на конспиративной квартире. Здесь они вынуждены скрываться от своего сына и от ялтинской полиции. Мы боимся за свои жизни. Мы прячемся и от полиции прячемся, и от них прячемся. Они тоже за нами. За каким углом нас сейчас стреляют, мы не знаем. И увезут в лес и всё. Когда-то это была обычная семья. Мама, папа и трое детей. Старшая Юля, средний сын Владимир и младший Ярослав. Жили в Черкассах, потом на севере. В 70-х годах купили в Гаспред трёхкомнатную квартиру. Она спустя десятилетия и стала причиной всех бед Сульдиных. По словам Светланы и Александра, их средний сын Владимир решил завладеть жильём. Требовал отказаться от своей доли маму, старшую сестру и брата. Едва не убил родителей, а сестру Юлю его подчинённые сбили так, что в итоге она умерла, рассказывают пенсионеры. На рисунках из медицинской карты заштрихованные части головы. Это повреждение. У неё были сломаны и рёбра, и ключица. Всё её тело было синего цвета, вспоминают родители. Когда они узнали о случившемся, то срочно вернулись из Черкасс. Владимир со своими охранниками наведался и к ним. Светлана и Александр рассказывают. В квартиру позвонил человек в полицейской форме. Когда они открыли, он ударил хозяина дубинкой по голове. На пару надели наручники и начали сбивать, требуя от матери того же, что и от Юли. Отказаться от своей доли в квартире. Потом, рассказывают пенсионеры, их выбросили с третьего этажа. И мог упасть на этот щит, вниз головой. Но я задержался за эту верёвку, повесил и отполз сюда, немножко в эту сторону. Но потом я уже не удержался и через эти деревья, через эти кусты упал. Меня выкинули вот с детской комнаты, с третьего этажа, вот где коричневые окна. Вот меня выкинули на второй этаж. То есть я упала на второй этаж. Без сознания, наверняка. Потому что я когда опомнилась, я лежала, я встать уже не могла. Когда супруги выписались из больницы, в квартиру попасть не смогли. Дверь оказалась заварена. Пока обустраивались, искали управу на своего сына. В больнице умерла Юлия. Ей было 46 лет. По факту её смерти в полиции возбуждать уголовное дело не стали, рассказывают пенсионеры. Не нашли в этом криминала. А вот по их заявлению о покушении на убийство дело завели. Но прошёл уже год, а результата нет. Ещё кушать стало? Мы пришли спрашивать, что же вы не принимаете меры начальнику Олубкинской полиции Юдину. Он нам сказал, я вам сказал, это ваши семейные разборки. Я вам передаю слово в слово. Это ваши семейные разборки. От жилья, уверены супруги, Владимир не отступится. Он задолжал много денег. Это и алименты, и карточные долги, рассказывает его отец. Вот только по этой справке, выданной судебными приставами, Владимир Сурдин должен более миллиона 700 рублей. Пенсионеры опасаются, что в полиции всё спустят на тормозах, поскольку их сын в приятельских отношениях и с начальником городского управления, и с участковым. В местной полиции ситуацию не комментируют. Связаться с сыном Сурдиных, Владимиром, в нашей съёмочной группе пока не удалось.